Всем привет! Очень многие просили меня приготовить зефир без сахара и вот сегодня мы это сделаем. Вместо сахара будем использовать сахарозаменитель, который называется эритрит. И в конце видео я поделюсь с вами своими впечатлениями о таком зефире. Для зефира буду использовать пюре черной смородины и яблоко, примерно напополам. Смородиновое пюре мы с вами сейчас приготовим, а яблочное я обычно заготавливаю заранее. Ссылку на видео как готовить пюре я оставлю в описании. Если смородина у вас замороженная, то прогреваем ее в сотейнике до мягкости. Если готовите со свежей, то просто пробиваем ее блендером и протираем через мелкое сито. Когда ягоды размягчились, перетираем их погружным блендером. Ставьте минимальную скорость, иначе будет сильно брызгаться. Теперь протираем через мелкое сито, чтобы избавиться от косточек и кожуры. Если они не смущают, то в принципе этот шаг можно пропустить. Пюре буду уваривать вместе с яблочным пюре. Оно у меня сейчас замороженное, но в процессе оно оттает. Уваривать буду примерно в 2 раза, для того, чтобы лишняя влага испарилась и пюре стало более густым. Это напрямую влияет на консистенцию зефира. Чем гуще пюре, тем более упругий и плотный зефир. Для уваривания использую большую сковородку, так как в ней пюре быстрее варится и не будет так сильно брызгаться. Не забываем постоянно помешивать пюре, иначе оно может пригореть. Остужаем его до комнатной температуры, а затем ставим в холодильник охлаждаться. Теперь нам необходимо будет одновременно варить сироп и взбивать белок с пюре. В сотейнике у меня эритрит, агар-агар крепостью 900 и вода. Пюре к этому моменту должно быть полностью холодное, так как теплое пюре может не взбиться. Сироп варим до температуры 110 градусов. Я, как правило, варю на самом сильном огне. Если боитесь, что не успеете, то можно сделать огонь поменьше. Или если уже прозевали сироп и температура стала выше, то можно добавить немного холодной воды. Сначала включаем миксер на минимальную скорость, а когда сироп закипит активно, переключаем на максимум. Готовность сиропа желательно проверять термометром, но если его нет, то можно ориентироваться на нить, стекающую с лопатки. Она должна выглядеть примерно вот так. Снижаем скорость миксера до средней и тонкой струйкой по стенке чаши вливаем сироп. Обратите внимание, что к моменту вливания сиропа белок с пюре уже хорошо взбитый. Теперь увеличиваем скорость до максимальной и продолжаем взбивать еще несколько минут. Готовая зефирная масса должна хорошо держать форму. Перекладываем ее в кондитерский мешок с насадкой и отсаживаем на пергамент. Пока различий с зефиром, который делается на сахаре, никаких нет, масса густая, плотная и отсаживается точно так же. Даем ему стабилизироваться при комнатной температуре примерно 5 часов. Сверху обсыпаем декстрозой, это виноградный сахар, но я использовала сахарную пудру, так как декстроза у меня закончилась. Аккуратно склеиваем половинки и обваливаем их в декстрозе. Сейчас разрежем и посмотрим, что получилось внутри. По структуре я бы не сказала, что он сильно отличается от обычного зефира, такой же упругий, не липкий внутри, но по вкусу есть сильные отличия. Если обычно зефир спритерно-сладкий, то этот зефир мне показался вообще не сладким. Поэтому для сладости можно добавить грамм 50 декстрозы либо меда в сироп. Также есть легкое холодящее послевкусие, как будто в зефир добавлен ментол. Особенно это будет заметно, если вы будете брать чисто яблочное пюре, так как оно более нейтральное по вкусу. Если же брать такие ягоды, как черную смородину, малину и так далее, то тогда этот момент будет практически незаметен. И еще одно отличие, зефир без сахара сохнет намного быстрее. Уже во время стабилизации, примерно часа через два, у меня начала образовываться на нем легкая корочка. Ну и естественно будет огромная разница в калорийности. Поэтому такой зефир подойдет тем, кому нельзя есть сахар, а также для тех, кто следит за своей фигурой. Всем большое спасибо за просмотр, надеюсь видео было вам полезным. Продолжение следует...